Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа iXBT News Digest с обзором последних новостей из мира компьютерных технологий. На рынок надвигается новый бум – умные часы, некоторые из которых становились героями наших последних выпусков. Теперь свою удачу решили испытать разработчики часов Krios Meteor, начавшие сбор средств на их выпуск с помощью сервиса Indiegogo. О высоком интересе к устройству свидетельствует тот факт, что на момент подготовки новости им уже удалось собрать почти 400 тысяч долларов, при первоначальной цели 100 тысяч долларов. Хотя до окончания срока сбора средств остается еще 39 дней. Продавать часы предполагается по 169 долларов. За указанную сумму можно стать владельцем устройства, задача которого, используя подключение Bluetooth, дополнить смартфон. Наличие встроенного микрофона и громкоговорителя превращает часы в гарнитуру, позволяя звонить и отвечать на звонки, а также активизировать другие функции с помощью голосовых команд. Разработчики подчеркивают, что устройство имеет и самостоятельную ценность, причем оно не только показывает время. Встроенные приложения позволяют учитывать дневную активность. Пока смартфон недоступен, часы сохраняют информацию в собственной памяти, а при появлении подключения переносят ее в память смартфона. Часы Creos Meteo рассчитаны не только на ношение на руке. Их можно повесить на тесьме, на шею или закрепить на велосипеде. В целом в часах прослеживается ориентация на пользователей, занимающихся спортом. Как утверждается, без подзарядки батареи они смогут проработать 7 дней. Часы водонепроницаемые. Отгрузка готовых изделий должна начаться в ноябре. Планшетные компьютеры для детей уже давно не новость. Как правило, это недорогие изделия под управлением Android с далеко не самыми производительными процессорами. Nabi Junior в этом плане исключение. Планшет хоть и недорог, в США его можно приобрести за 140 долларов, но зато построен на базе продвинутой платформы NVIDIA Degra 3, той самой, что используется в Google Nexus 7. Не экономили создатели Nabi Junior и на встроенной флэш-памяти, объем которой составляет 16 ГБ. Объем оперативной памяти равняется 1 ГБ. А разрешение дисплея 800 на 480 точек при диагонали 5 дюймов. В оснащение изделия вошли слот для карточек microSD, а также поворотная камера разрешением 2 Мп. Масса планшета 380 граммов. Работает планшет под управлением операционной системы Android 4.1. В комплект поставки входит чехол, обеспечивающий защиту боковых панелей устройства. Первый смартфон Samsung под управлением операционной системы Tizen должен был выйти в августе или сентябре этого года. Однако, судя по сообщению источника, новое устройство будет анонсировано на пару месяцев позже. В качестве причины называется желание Samsung доработать магазин приложений и, собственно, сами приложения. Если источник окажется прав, вкупить смартфоны Samsung с Tizen можно будет не раньше октября или ноября месяца. Напомним, что Tizen является плодом развития операционной системы Mi Go. Также в свое время ходили слухи, что устройство под управлением Bada, возможно, получит обновление до Tizen. Компания Smart Devices. Известна своими портативными устройствами со встроенными проекторами. Одна из последних моделей, планшетный компьютер Smart Q-U7 под управлением Android, поступил в продажу на территории США. Устройство Smart Q-U7 оснащено дисплеем диагональю 7 дюймов, разрешением 1024 на 600 пикселей, двухъядерным процессором, оперативной памятью объемом 1 гигабайт и двумя камерами разрешением до 2 мегапикселей каждая. Яркость встроенного DLP проектора равна 35 люмен. Проецируемое изображение имеет диагональ до 50 дюймов при разрешении 854 на 480 пикселей. Заявленный срок службы источника света – 20 тысяч часов. Для заказа доступны две модели – Smart Q-U7 и Smart Q-U7H. Отличия между ними в процессоре и объеме флеш-накопителя. Так, первая модель оснащена процессором с частотой 1 ГГц и 8 ГБ встроенной памяти, а вторая – процессором с частотой 1,5 ГГц и встроенной флеш-памятью объемом 16 ГБ. В обеих моделях присутствует слот для карт памяти формата microSD, а также порты mini HDMI и microUSB. Цена моделей Smart Q-U7 и Smart Q-U7H составляет 300 и 350 долларов соответственно. Компания Sony представила камеру Sony RX-1R, предназначена для требовательных фотографов, желающих получить в свои руки миниатюрный полнокадровый аппарат со светосильным объективом. Ключевым отличием этой модели от модели RX-1, представленной в сентябре прошлого года, является отсутствие оптического фильтра низких частот. По словам производителя, это позволяет получить более детальное изображение с использованием того же датчика разрешением 24,4 мегапикселя, что и в модели RX-1. Алгоритмы обработки данных, по которым работает процессор камеры, изменены с учетом отсутствия фильтра. Кроме того, камера RX-1R теперь совместима с технологией 3-Luminous Color, что позволяет просматривать отснятые материалы на совместимых телевизорах Bravia. Продажи камеры CyberShot RX-1R производитель обещает начать в июле по цене около 2800 долларов. На этом все. До следующей недели.